МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На предстоящем заседании городского собрания Кохт-Лоярви по предложению городского управления будет рассмотрен вопрос об изменении ранее принятого бюджета города на 2014 год. Поступления налогов в городской бюджет Кохт-Лоярви резко уменьшились в апреле, из-за чего и возникло опасение, что к концу года город может недосчитаться более миллиона евро. Предварительно хочу сказать, что ожидаемого поступления подоходного налога мы пока не получили. Есть некоторая тенденция к росту, но пока запланированных нами объемов, мы не видим, в связи с чем пришлось уменьшать бюджет почти на 600 тысяч евро. По словам Рины Ивановой, принятие данного бюджета поможет стабилизировать состояние городских учреждений. Общий бюджет города Кохт-Лоярви в этом году составил около 41 миллиона евро. Следующее заседание городского собрания состоится 27 июня. На очередном заседании Кохт-Лоярского городского собрания было рассмотрено 12 вопросов. В повестке дня изначально означался вопрос о сокращении длительности рабочей недели и соответствующем уменьшении оплаты труда для работников гору управления. Данная тема была вынуждена поднята в связи со значительно меньшими поступлениями средств в бюджет города с начала года в сравнении с тем, что планировалось ранее. И возникшей необходимостью экономии городских денег. Говоря о сокращении объемов бюджета, ни в коем случае пока не было принято решение о переходе на четырехдневную неделю. Мое личное отношение к подобному предложению исключительно негативное. Объем работы, который выполняют сегодня работники городского управления, сократить практически невозможно. А это значит, что предложение перехода на четырехдневную неделю влечет за собой увеличение нагрузки на те четыре дня, которые должны работать люди. Причем зарплата у них тоже тогда сокращается на 20%. То есть при полном объеме работы зарплата сокращается на 20%. Считаю данный подход к делу исключительной мерой. И только в том случае, если действительно будет понятно, что городу не выжить, тогда такая мера, возможно, будет применена. На сегодняшний день нет пока такой необходимости. Последние данные об изменении экономической ситуации дают основания для осторожного оптимизма. А кроме того, рассматриваются другие возможности экономии средств. Поэтому по предложению городского управления этот вопрос был снят с обсуждения. 12 июня предприятие «Виру Кемия Групп» в сотрудничестве с Фондом содействия развития предпринимательства Эстонии открыл на своей промышленной территории в городе Кохт-Лаярви установку по производству синтетической смолы. Она является сырьем для товаров лучших мировых производителей автомобильных шин. Установка была построена и запущена благодаря содействию ЕАЭС. Канал ЛИТОС попросил прокомментировать события директора по развитию концерна ВКГ Януса Пурга. Рынок шинной промышленности – один из самых консервативных рынков в мире. И у нас были довольно большие планы попасть туда со смолами, произведенными на базе сланца. С самого начала это было довольно рискованным шагом. Нам очень приятно, что Фонд содействия развитию предпринимательства разделил с ВКГ деловой риск по созданию в Кохт-Лаярве высокотехнологичного производства. Именно благодаря этой смелости сырье, произведенное на основе нашего местного полезного ископаемого, попадает в самые разные страны мира. Януса Пурга поддержал член правления Центра предпринимательства и инноваций Тави Лаур, который сказал о своем выступлении на церемонии. Шинная смола, производимая концерном Виру Кемия Групп, подтверждает, что из сланца можно производить более дорогие товары. Важно также и то, что на данную продукцию есть спрос и вне наших традиционных рынков экспорта. ЭАЭС продолжает работать над поиском похожих проектов, в которых сочетаются разумное использование ресурсов, развитие производства, а также конкурентоспособный на рынке экспорта конечный продукт. Комментируя события, специалист по коммуникациям концерна Виру Кемия Групп Юлия Пильман ответила, что проектирование и строительство новой установки по производству синтетической смолы было начато в 2011 году. Работы были завершены в 2012 году, тогда же была выпущена и первая продукция. В последующие два года были осуществлены небольшие продажи продукции, а также огромный объем работ по тестированию и маркетингу. Сланцы химики поставили целью доказать, что продукция из Кохт-Лоярви отвечает самым высоким параметрам мировой шинной промышленности. Стоимость производственного комплекса ориентировочно составляет 3 миллиона евро, из которых вклад ЕАЭС составил более 230 тысяч евро. В настоящее время Виру Кемия Групп ведет переговоры с еще несколькими крупнейшими производителями шин. В церемонии участвовали председатель Кохт-Лоярвского горсобрания Арина Иванова и мэр города Евгений Соловьев. Свою небольшую программу показал городской коллектив брейк-дэнса. В понедельник мощный взрыв прогремел в Ахминской части города Кохт-Лоярве. На этот раз он был сугубо мирным и контролируемым. При его помощи были снесены трубы старой Ахминской ТЭЦ. Руководитель службы коммуникации концерна Виру Кемия Групп Юлия Пильман напомнила, что эти трубы были сооружены ровно 60 лет назад. Вместе с ними под снос пошло старое историческое здание некогда самой мощной Ахминской электростанции. Бывшую Ахминскую ТЭЦ приватизировало дочернее предприятие сланцехимического концерна АО ВКГ «Союз». Здесь построена новая резервная котельная, а в начале прошлого года была проложена под землей магистральная труба. Ахминская ТЭЦ ВКГ «Союз» отапливает их вискую волость и город Кохт-Лоярве. Ее потребителем являются 60 тысяч человек. Начало лета волонтеры молодежного центра Кохт-Лоярве отметили в парке приключений в Паньярве. Этой увлекательной поездкой ребята были награждены за активную работу в молодежном центре. Погода дала хороший настрой для отдыха. Приехав в парк, первым делом в участники получились наряжения, позволяющие безопасно передвигаться по тропе приключений. И под руководством инструктора научились правильно им пользоваться. В обычной жизни не приходится передвигаться по высокой тропе, проложенной под самыми кронами больших сосен. Ходить на этом уровне по канату, кольцам, лазать по сетке, пролететь десятки метров по тросу. Неудивительно, что эмоции переполняли всех участников. Надо было пройти пять участков тропы, и с каждым разом путь был все сложнее и выше. Ребята показали себя очень смелыми, справились со всеми трудностями и получили от этого большое удовольствие. Молодежный центр благодарит волонтеров, которые в минувшем учебном году принимали участие в активной жизни центра, посещали мероприятия и помогали проводить городские праздники. Несмотря на то, что Кохтлоярвский культурный центр закрыт на реконструкцию, в эти дни его творческие коллективы проводят отчеты перед жителями города. Одним из таких отчетов стала выставка, которую открыл фойе городского управления Кохтлоярве «Центр культуры». Поздравление на вернисаже приняла руководитель студии декоративно-прикладного искусства культурного центра Юратя Кострицкая, автором выставленных на вернисаже работ от 25 до 80 лет. Но занимаются в студии и совсем юные художники. Представленные на выставке работы выполнены в разных техниках, присутствует даже роспись по воде. Руководитель студии утверждает, что в коллективе смогли раскрыться даже люди, которые на 100% были уверены, что у них нет способности к декоративно-прикладному искусству. А на деле оказалось, что они обладают хорошим вкусом, усидчивостью и умением увидеть в обыденном нечто необычное. «Мы работаем в разных техниках. Это, например, декупаж, валяние шерсти, роспись по шелку, роспись по стеклу, даже роспись по воде. Такая интересная техника турецкая, Эбру называется. Также витраж, мозаика и разные бумажные техники. Фактура бумажная, изготовление бумаги своими руками. То есть такие вот интересные техники. Ну, наверное, не так важно усидчивость, как желание, как креативность. Просто даже здесь не так важно. Люди боятся именно, когда приходят в такие студии, они боятся, что они не умеют рисовать. Это совсем не важно. Вот главный энтузиазм, главное желание творить что-то красивое. Женщины очень самостоятельно, очень креативно собираются. Действительно, им часто и даже не надо. Просто я знакомлю с техникой, а идеи в основном они сами находят и придумывают. С открытием выставки членов студии поздравили руководители города, коллеги-художники, жители города, которые пришли на открытие. 10 июня в Белом зале Музея Сланца состоялось открытие выставки работ студии авторской куклы, которая действует при Центре культуры города Кохт-Лоярве. На выставке представлено 42 куклы, авторами которых стали жители города. Как сказали сами организаторы выставки и руководитель студии Светлана Ветрова, многие авторы работ до начала посещения студии ранее не увлекались изготовлением кукол. И для многих это вообще первая выставка собственных работ. Сама же выставка это демонстрация того, чего достигла студия за учебный год. Изготовление кукол это трудоемкий и достаточно долгий процесс, когда важна каждая деталь и любая мелочь в прямом смысле может изменить конечный результат. Каждая кукла демонстрирует свою индивидуальность и настроение ее создателя. На изготовление трех кукол уходит один учебный год. О выставке рассказала руководитель студии авторской куклы Светлана Ветрова. Это дебютные куклы, которые делали студийцы в течение учебного года. Это текстильная скульптура, кукла для интерьера, кукла с особым кроем ножек. Три варианта кукол представлены здесь. Темы мы взяли историческую и восточную. За счет этого красочные костюмы, необычные образы. И выставка, я так думаю, получилась очень хорошая, учитывая то, что пришли люди заниматься, которые вообще до этого кукол не делали совершенно. Это их дебют. О некоторых из своих кукол нашему телеканалу рассказала сама создательница и учащиеся студии авторской куклы. Образ у меня был первый, это венецианский карнавал у нас был, у меня была скрипачка. Потом я сама там делала уже вне, как бы нашей студии, скажем так, самостоятельной. Сделала маленькую куклу, капризуля она называется, маленького такого размера. Кота делала еще, мне очень понравилось. Котов я сделала несколько штук, но все ушли в качестве подарков. Еще меня привлекло то, что в кукле можно использовать все. И бисероплетение можно шить, можно вязать, применить все свои навыки, приобретенные раньше. Выставка авторских кукол продлится до 28 июня. Все желающие могут увидеть данные произведения искусства в Белом зале Музея Сланца. В третий раз Ахмельская школа искусств Кохт-Лоярве проводит международный конкурс исполнителей органной музыки для детей и юношества. На этот раз в нем приняли участие около 20 музыкантов из Эстонии, России и Нидерландов. В течение трех часов под сводами Ихвистской церкви Святого Михаила звучала музыка выдающихся композиторов. В конкурсе принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. Оценивание выступлений проводилось по десятибальной системе. При оценивании учитывались интерпретация, технический уровень и музыкальность конкурсантов. Для победителей конкурса в каждой возрастной группе и категории были установлены премии и титулы. Также были предусмотрены приз зрительских симпатий и гран-при. О конкурсе рассказала директор Ахтминской школы искусств Яна Унд. Мероприятие проводится в Ихвистской церкви, так как здесь хороший орган, который находится в Идавирума. И на этом органе занимаются учащиеся Ахтминская и Кохтлоярвайская школы искусств. Сегодня в конкурсе принимают участие 11 учеников органа как специальности и дети, изучающие орган как дополнительный инструмент. Это 6 учеников из Эстонии, 4 ученика из Москвы и 1 ученик из Нидерландов. Жюри, состоящее из 4-х человек, международное. Это профессор Академии музыки и театра Эстонии Андрес Уйба, органист-композитор и доцент Академии музыки и театра Эстонии Томас Трась, Анна Карпенко, органист и преподаватель Московской среднеспециальной школы имени Гнесиных, и концертный органист и педагог из города Гага, Нидерланды, Бен Ден Хертог. 12 июня проходил сам конкурс, а 13 июня в Таллине состоялся концерт всех участников данного конкурса. Состоялось 8 июня в День Святой Троицы праздничное богослужение и в Пюксинском женском монастыре. В этот праздник здесь совершается одно из самых ярких и торжественных красивых богослужений в году. И многие православные стремятся именно в этот день обязательно быть на богослужении. Так что и нынче Успенский собор, куда с раннего утра шел и шел, разновозрастный народ от мала до велика не смог уместить всех молящихся. Среди которых было немало паломников, прибывших на Святую Гору из других стран, например, из Латвии. Целых три больших автобуса. Плюс немало было и тех, кто приехал на собственных автомобилях. Так что многие молились и в притворье, и на площади перед собором. Неописуемо красив в этот день Успенский собор. Щедро украшенный множеством живых цветов и молодыми деревцами берез. Также в руках священнослужителей, сестры обители, как и многих молящихся, букетики цветов с березовыми веточками. И облачение духовенства, как и убранство алтаря и всего собора зеленого цвета. Божественную литургию возглавил протеерий Дмитрий Ходов в служении клириков Пехтицкого женского монастыря и гостей священнослужителей Русской Православной Церкви. Богослужение было действительно великолепное, поистине божественное. Божественным было и пение хора, даже двух хоров пюхтинских сестер. Почти весь собор пожелал исповедаться и причаститься святого христовых тайн. Так что причастие проводилось из трех чаш, но и на это потребовалось немало времени. Тем более, что уже и во время причастия поток исповедующихся все не иссякал. Сразу же после божественной литургии началась Великая Вечерняя. После входа и Великого Прокимна священнослужители попеременно читали особые молитвы о церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и в Ааде Держимых. Пели стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа. Кстати, эти молитвы читаются только в этот праздник. Во время чтения этих молитв все, в том числе и священнослужители, стояли на коленях, что знаменовало окончание послепасхального периода, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов. В завершении праздничного богослужения, находящейся на середине Успенского собора на Аналое, иконой Святой Троицы всем санном Клира были пропеты тропарь, кондак и величание, после чего все молящиеся приложились к кресту. Праздник Святой Троицы празднуется через 7 недель после Пасхи. В основе этого праздника христианская легенда о сошествии Святого Духа на апостолов. Она рассказывает о событии, произошедшем в Иерусалиме через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа на небо. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Деяниях Святых Апостолов. В этот день в праздник Пятидесятницы апостолов вместе с Божьей Матерью и другими учениками Иисуса Христа находились в том же самом доме в Сионе, где была Тайная Вечерня. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. В тот же миг посреди дома появились языки огня, разделяясь и останавливаясь над головой каждого из апостолов. Звук бури, наполнивший дом, готовил учеников к пришествию Святого Духа, а языки огня показывали, что он пришел. Это было первое чудо, но за ним произошло второе, еще более удивительное. Апостолы и все, кто собрался в доме, когда сошел на них Святой Дух, вдруг начали говорить на неизвестных им языках тех стран, в которых они никогда не были. Таков был один из даров Святого Духа. На всех языках апостолы прославляли величие Бога, его чудесные дела, которым они были свидетелями и смысл которых они только теперь, наконец, поняли во всей полноте. Многие люди, пришедшие к этому Сионскому Дому, подходили к апостолам и спрашивали, что нам делать. Тогда апостол Петр призвал каждого покаяться в своих грехах, принять крещение, получить дар Святого Духа, чудесные действия которого все сегодня видели. Многие охотно слушали его, просили крещения, и в этот же день к церкви присоединилось около трех тысяч человек. До этого не веровших в Иисуса Христа. Так закончился этот день, ставший днем рождения христианской церкви. Сошествие Святого Духа на апостолов православной традиции рассматривается как проявление божественной сущности, Святой Троицы, трех ликого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через устроение церкви. Перед своими страданиями и смертью Господь обещал апостолам послать им от Господа Утешителя, Духа Истины. Перед Вознесением Он снова повторил это обетование. «Не оставлю вас сиротами, не покину вас», сказал Христос Спаситель ученикам на прощание. «Вернусь к вам снова, пошлю к вам другого Утешителя, Святого Духа, который от Отца исходит, и Он наставит вас на всякую истину». А 9 июня в понедельник православные христиане празднуют День Святого Духа, Сошествие Святого Духа. Считалось, что вечером в праздник Святой Дух спускается на землю, разливается по полям и лесам, появляется в домах. Троица и Духа в день рассматриваются православной церквью как единый праздник Пятидесятницы. Обычай украшать храмы и дома зелеными ветками деревьев, травой и цветками идет еще в Светхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Да и Сионская гора, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время по общему обычаю тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. Праздник Троицы вспоминает и явление Аврааму Троицы Маврийской Дубравии, поэтому украшенный в этот день зеленью храм напоминает и ту Дубраву. Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и новые значения. Теперь молодая зелень и цветы не только символизируют приношение Богу начатков, возобновляющейся весны, но и саму Церковь Христову, которая процвела. По слову церковного песнопения, який крин – цветок, а также указывает на обновление людей Духом Святым.